Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Специальное видео, посвященное музею Первой мировой войны. Это город Канзас, США. Многие, кто жили в СССР, про Первую мировую войну знают исключительно по произведению Ярослава Гашек о прохождении бравого солдата Швейга. Ну и, собственно говоря, в советских школах тоже очень мало было посвящено объективному освещению Первой мировой войны. Ее считали исключительно империалистической. Хотя доля правды здесь есть. Как считают многие историки, которые серьезно занимались разбором полетов по поводу Первой мировой войны, если бы Россия не вписалась в эту Первую мировую войну, которая, по большому счету, ей была не нужна, царский строй бы просуществовал бы гораздо большее количество времени. Но не буду вас загружать лишней информацией. Музей очень интересный. Здесь собрано очень много интересных материалов, форма, вооружения, техника. Практически все-все-все самое вкусное и интересное, что будет интересно тем людям, которые серьезно изучают историю и хотят узнать побольше про Первую мировую войну. Я буду снимать короткие видео небольшими блоками, минут по 15-20. и постараюсь все самое интересное заснять. Начнем нашу экспозицию. Первая мировая война началась в 1914 году. Фактически с того момента, как в Сараево был убит эркзер-герцог. Не буду вас грузить кучу исторических фактов и сводок. Вот такая вот полевая мортира. Она использовалась в баварских частях. В идеальном состоянии, хоть сейчас заряжай и стреляй. На начало Первой мировой войны многие страны использовали еще устаревшее вооружение, но в ходе начала военных действий постепенно происходит перевооружение. Масса начинает использоваться пулеметы, автоматическое оружие. Появляются танки, отравляющие газы, аэропланы. Как сказал один военный историк, в Первую мировую войну выиграли химики, в Вторую мировую войну выиграли физики. Фактически все виды современного вооружения, которые мы сейчас знаем, появились именно в Первую мировую войну. И дальше они уже только оттачивались. Вот эти интересные плакаты пропагандистские. Это вот английский плакат, это немецкий. Плакат настоящий, это не реплика, не репринт. Настоящие аутентичные плакаты. Интересно посмотреть, как раньше была пропаганда. Вот такие вот карабинные винтовки, ставили на вооружение. Это у нас немецкая армия. Вот такой вот германский револьвер, образца 1883 года. Британская и турецкая винтовка. Модель 1887 года. Вот такой вот пистолет. Я не буду показывать все модели, практически все одинаковые. Покажу, может быть, пару интересных. Итальянский пистолет. По форме напоминает Люгер. Модель 1910 года. Австро-венгерский пистолет. Автоматический. Итальянский револьвер. Французский. Вот такая вот машинка. Все в идеальном состоянии. Вот такое вот тяжелое орудие. металлические рябнистые карты. Металл туда не жалели. Я так думаю, что при желании его и сейчас можно использовать. Британская тяжелая пушка. Марк-1. Вот такой вот наконечник снаряда. Немецкая тяжелая мортира. Перейдем к форме. Здесь собраны очень действительно интересные материалы. Вот это вот форма, которая использовалась японской армией в Первую мировую войну. До того, как я побывал в этом музее, я и не знал, что Япония принимала активное участие. На ногах ботинки, вот эти вот обмотки. Форма настоящая, это не реплика. Сзади висит карта боевых действий, где принимала участие Япония. Это у нас австралийцы. Вооружены были вот таким вот карабином. Вот такой вот разгрузочный жилет для патронов. Ну, мне, конечно, он больше похож на реплику, потому что уж больно в идеальном состоянии. А вот это, по-моему, старая вещь. Шотландская форма, к сожалению, бликует у меня здесь. Итальянская форма. Вот такая вот каска. Из вот такого грубого сукна. Вот это интересное приспособление. Надевается на ноги. Использовались горными ягерями, которые вели боевые действия в Альпах. И интересно, смотрите, вот эта форма, я еще раз спрашиваю, экскурсовода. Это настоящий вот такой вот халат, который использовался в российской царской армии. Видимо, это какие-то части казачьей, казачьей кавалерии. Форма настоящая и сохранилась с того самого времени. Больше 100 лет прошло, наверное. Она в таком состоянии. Так, вот это у нас французская форма. И британская. Вот, мне на больше всего нравится. Она действительно сделана очень-очень качественно. Здесь вот такая интересная инсталляция. Что видел человек из окопа? Вот такой, очень маленький угол обзора. И вот все, что видел человек из своего окопа. И проходил день, два месяца, и он проходился в этом окопе в Европе. Но это не достаточно, чтобы уничтожить враги. Он должен быть полностью уничтожить. В противополе противоположных французской армии. Кто-то живет через это, спасибо за счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова придумал вот эту самую колючую проволоку, которая получила дикую популярность и уже вовсю использовалась уже в первую мировую войну. Гранаты. Здесь посвящен целый стенд. Я вначале покажу все описания, чтобы вы могли их прочесть, а потом уже покажу непосредственно сами гранаты. Ну и вот после гранаты. Все настоящее, видимо, это Капанино, которую уже археологи и историки раскопали уже после того, как война закончилась. Так сказать, современные профилактические изыскания. Очень интересные гранаты. Смотрите, практически F1 наша российская. Ничего не поменялось, может быть, какие-то небольшие конструктивные изменения. Вот такое личное оружие. Вот этот маузер очень радуется, особенно вот с таким вот кожаным. вот такой вот устройство для выстрела гранат. Похоже, это прототип гранатомета в той форме, в которой мы ее знаем. Интересная подборка клинков вот таких вот. Я не профессионал, поэтому тот, кто разбирается, может мне поправить, как правильно называется, такой тип ножей. Ну, тут похоже на кортик или на штык даже. Тут, по-моему, даже есть крепеж. тут, по-моему, я думаю... Это британская армия, вот такой компас, лишний фонарик британского офицера. Спички интересные, возле каждого стенда можно провести очень много времени сматриваясь вот за все эти интересные вещи, и вот еще один проход у нас здесь, это вид британских окопов. В таком окопе люди проводили по несколько месяцев. Оставайтесь с нами на канале и следите за развитием сюжета.